У нас в гостях София Нисимова сегодня расскажет нам про Швецию. Доброе утро! Доброе утро! Давно там были? Мы были там в сентябре 2017 года. Вот. На протяжении двух недель практически. Две недели в сентябре. Это там считается бархатный сезон или не бархатный? Это считается достаточно хороший сезон. Нет, там осень теплая достаточно. Ну как, мы ходили в ветровках таких достаточно легких, но большой плюс в том, что там уже совсем нет туристов. То есть детки уходят учиться, родители уезжают за ними. Соответственно, нет очередей. Все достопримечательности вот они, пожалуйста, такие как... Ну вот вам и первый лайфхак езжать осенью, когда наплыв туристов уже немножко ослаб. Получается, летом туда все стремятся поставить? Все, конечно, летом. Что там такого интересного? Мы вспоминали про Швецию. Как же мы про музыку-то забыли? Что? Это же практически музыкальная столица Европы, понимаешь? Там же ABBA, Ace of Base, Army of Flowers, Vacuum, Европа. Я не переживала по этому поводу. Я знала, что ты вспомнишь. Я всегда на тебя полагаюсь. Чем еще так знаменита Швеция, что не является стереотипом и на самом деле ничего такого? Ну, первый главный стереотип, который все всегда развеивают, ну сами шведы, это, конечно, шведская семья. То есть все у них там с этим делом хорошо живут, они так же парами традиционно, как и все. Ну и, в общем, это полная выдумка и полная брешь, поэтому не слушайте, не верьте. Вот, там прекрасные пары. Единственное, что там папочки, они такие же, как мамочки. То есть мама работает, мама может позволить себе продолжать свою карьеру. При этом папа уходит в декрет и нянчится с ребенком. Они там прекрасно все понимают, что быть мамой это никакой не супер-мега отдых. Это такая же работа. Поэтому, в общем-то, вот они готовы посвятить себя ребенку и заниматься. Ну, это такая нормальная тенденция, мне кажется, уже по всему миру пытаются люди к этому привыкать, что нормально мужчинам уходить в декретный отпуск. Нормально. Что вам споразило, когда вы только приехали, на что смотрели в первую очередь? Чего, может быть, не ожидали? На самом деле, в первую очередь мы приехали уже, ну, после обеда. И я для себя нашла прекрасную смотровую площадку в Стокгольме, на которой она называется Монтельюсваген. Она находится в одном из районов Стокгольма, называется он Судермальм. Оттуда открывается восхитительный вид на весь центр. То есть оттуда видно и Гамластан, где находятся вот все вот эти знаменитые там желто-оранжевые домики. Оттуда видно и Стокгольмскую ратушу, где проходит банкет нобелевских лауреатов. Ну, то есть оттуда открывается прям такой чудесный вид на все эти черные крыши. Причем там весь Стокгольм, он в таких теплых тонах. Желтый, оранжевый, красный. Ну, и при этом идеально черные крыши. И вот это просто восхитительное сочетание. Это просто неописуемая красота. Это вот надо видеть. И именно вот с этой смотровой площадки открывается чудесный вид. И вот с нее как раз сразу отмечаешь себе, куда пойдешь. Да, примерно так. То есть есть какая-то обязательная программа, да, видимо? Ну, места, которые все посещают, да? Ну, на самом деле есть места, которые все посещают. А есть места, которые надо немножко потрудиться и найти. Но там абсолютно прекрасно. Ничуть не менее, а может быть даже и больше. Ну, давай начнем сначала с того, что обязательно-обязательно. А потом уже будем открывать секреты ваших личных предпочтений, так скажем, личный топ. Ну, вот здесь, мне кажется, личный топ, он пересекается с тем, что обязательно-обязательно. Ну и пожалуйста. Может быть я, да, открою какие-то секреты и помогу будущим путешественникам. В общем, всего мы посетили, конечно, там 8 городов. Из них у нас было обязательных 4 точки. Вот, ну, вот именно в обязательных посещениях я все-таки сделаю упор на Стокгольм. Стокгольм – это вот эта смотровая, про которую я уже говорила. Это музей ВАЗа. Это музей, в котором стоит огромный корабль, который был построен в 1628 году. В этом же году он вышел в порт и сразу затонул. И в 300 лет он пролежал на дне. Какая грусть. И только вот его спустя 300 лет дайверы снова обнаружили. И, по-моему, только в 1970-м только открылся музей. И, в общем, этот музей… Его достали? Его прямо достали. Причем это заняло… Ну, они тут до сих пор идут… У них вот эта… Войняет, наверное. Нет, там прекрасно. Там… Там весь музей сосредоточен на нескольких этажей. Там 3 и 4. Из каждого этажа вы можете смотреть на этот корабль. Ну, то есть, поднимаясь, да, все выше и выше. При этом он весь в резьбе. Он весь в каких-то фигурах. Он весь там… Ну, то есть, прекрасно. И на каждом этом этаже… Типа пират? Как пиратский корабль? Нет. Это корабль их короля, который его построил специально. Но он затонул из-за того, что они все разом выстрелили из пушек. Ну, и он перевернулся. В общем, и все. И как все всегда. Инженеры не просчитали. Не рассчитали. Так, еще куда. Вот. Еще, конечно, это Стогольмская ратуша. С нее открывается просто восхитительный вид только с другой стороны. Вот. Ну, и это место достопримечательно тем, что там… Именно там проходят банкеты в Нобелевских лауреатах. То есть, все самые светлые умы. Вот это вот их место… Место силы, место концентрации. Вот. Ну, и, конечно, одним из обязательных пунктов является Стогольмское метро. Ну, ни для кого не секрет, что именно это метро признано самой длинной картиной галереи. Галереи искусств, точнее, скорее. Вот. Там на станциях картины? Там просто все станции в разных стилях. То есть, они разукрашены все по-своему. То есть, какая-то станция там, я не знаю, посвящена там их богам, да, и там она разукрашена всяко-разно. Шведским богам? Ну, там… Шведским богам? Ну, там… Шведским богам? Ну, каким-то скандинавским. Я, честно говоря, не вспомню кому именно. Вот. Моя любимая станция – это Ротхусет. То есть, там вся станция, она выполнена в темно-красных-оранжевых тонах. И оттуда получаются, ну, просто шикарные фотографии. На мой взгляд, там очень важно. Вот. Ну, и, конечно, там… На самом деле, на мой взгляд, немножко они так сильно преувеличили. Потому что, как делается в Швеции всё. И дороги, и метро. Они просто идут и среди горы взрывают какое-то место. То есть, вот они взорвали, как всё осталось, так всё и осталось. Они просто сверху камень вот так пещерку эту красят. И вот получается… Получается очень красиво, очень эффектно. Но они все вот… Все сделаны вот таким образом. Просто раскрашены по-разному. Прямо это точно? Такая технология? Они взрывают и красят? Ну, да. Они просто делают там метро? Может, это шутка, догадка такая? Ну, нет. Так всё, в общем-то, там и происходит. Класс. Супер. Гористая местность такая достаточно. Супер. После рекламы вернёмся и продолжим путешествие. С чемоданом в студии Софи Анисимова прямиком из Швеции мы уже побывали в ратуше на смотровой площадке в музее ВАЗа. И осталось ещё несколько пунктов таких интересных самых. Давай. Ну, это пункт, в общем, если вдруг вы решитесь взять машину и поехать. Рядом с городом Кальмар находится прекрасный остров. Остров называется Эланд, на котором есть чудесный заповедник, в котором никогда не бывает людей практически. Ну, то есть, может быть там… Особенно осенью. Особенно осенью. И там есть маяк, он называется Длинный Эрик, по-моему. Длинный Эрик? Да. Это самый высокий маяк южного побережья Швеции точно. Вот. Оттуда открывается вид на Балтийское море. Всё самое такое прям красивое, прекрасное. То есть, все эти морские просторы. Но! Что там зацепило меня? Там, на побережье, лежат морские котики. И лежат так, как будто, вот я не знаю, они включили телевизор, в пятницу вечером пришли домой и легли отдохнуть. Потому что, ну, прям им там комфортно, им там здорово. Людей туда, конечно, к ним вплотную и близко не пускают. Люди могут взять ноколь там за 20 крон, по-моему, и вот с этого маяка наблюдать за морскими котиками. Кормить их, конечно, нельзя. Нет, ничего нельзя, потому что это всё-таки натуральный заповедник. То есть, там и котики, там и птички всевозможные. То есть, там птицы, они когда мигрируют от нас, летят дальше, они останавливаются именно на этом острове. И, соответственно, там вот всё сделано для птиц, там всё сделано для людей, которые за ними наблюдают. Рашенбёрдс, там. Со стокгольмскими, ладно, со шведскими котиками общаются там, прикиньте. Интернационализм происходит. В общем, там просто шикарно. Вот. И ещё, если вы думаете, что вам привезти из Стокгольма своим родственным и друзьям, знакомым. Вот, знаете, сувениры я не везла. Я везла прекрасные там, на Гамластане, в Стокгольме, есть магазин, он называется «Полька Грис Кокери». Это кондитерская. Вот лучший сувенир, я считаю, еда. Я тоже так подумала. А именно в Швеции взяло начало вот эти конфетки, которые на Новый год мы дарим, палочки. Карамельные. 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 И именно вот в этой кондитерской прям при вас могут, ну, если вы попадёте в нужное время, прям при вас сделают эти конфетки, карамельки. Ну, нужное время. Это во сколько нужно прийти? Ну, делают они с утра. Как правило, они делают с утра. Ну, мы с утра никогда не попадали, если честно. Мы вот приходили, как нам удобно было. Просто, когда там гуляешь, ты там раза три пройдёшь мимо этого магазина точно, потому что там улицы, они очень идут такими, кругообразные. Ну, вот, в общем-то, по поводу мест, наверное, я вам всё рассказала. А, ну, единственное, если вдруг вы грустите, что вы не попали на смену караула у королевского дворца, не грустите. Лучше едьте к нам в Москву и смотрите смену караула у нас. Потому что всё-таки, ну, так как в Швеции почти, почти как у Руссо, свобода, равенство и братство, в полк они берут не только красивых, высоких, статных, они берут вообще всех, разного возраста, мужчин, женщин. Ну, то есть, конечно, и маршировать они там, в общем-то, я скажу, что не умеют. Так они ни разу не воевали. В общем, у нас это круче всё происходит. Да, да, у нас это более зрелищно, поэтому, в общем-то, занимайтесь своими делами, можно и пропустить это удовольствие. Ну, это тоже такой стереотип, да, что это круто, смена караула, очень красиво, на самом деле. Какие же лайфхаки? Лайфхаки, есть их два. Первый касается повода, касается проезда. Если вы думаете, что вы не хотите тратить 44 кроны на проезда, для проезда в метро, есть такой проездной. Да, одна поездка? Одна поездка, да, на наши деньги это около 500 рублей. Очень дороже, конечно. Да, вы просто можете прийти в метро, либо прийти в любой магазин, пресс-бюро, они везде, и купить себе карточку, она называется Рескасса, она же называется Ремса, Ремза, в общем, это всё она. Она стоит 20 крон, вы просто кладёте на неё какую-то сумму денег, и проезд, получается, по этой карте вам стоит уже не 44 кроны, а 25. Ну, то есть, прекрасная экономия, понятное дело, что это всё равно, да, 250 рублей на наши, но, тем не менее, это всё приятнее. Особенно, если вы живёте не в центре города. Если вы живёте в центре, естественно, вы можете там пешком дойти, понятно. Вообще по городу лучше гулять пешком? Ну, конечно. Он не настолько большой, да? Ну, он достаточно, ну, достаточно большой, но не психически. Но самое интересное, всё в центре. Да, всё в центре, и можно, можно брать, то есть, если вы всё-таки взяли проездной, он действует полтора часа, и можно ездить не только на метро, автобусах и так далее, можно есть на речных трамвайчиках. То есть, не платить за экскурсии, да, по этим речным трамваям, просто взять билет на общественный транспорт по этой же карточке, пожалуйста, он вас прокатит, вы все достопримечательности увидите с воды. Круть! Вот, а второй лайфхак касается того, как сэкономить на еде. Когда вы приходите куда-то кушать, просто просите столовую воду. Она, как правило, бесплатная, вам её привозят целыми кувшинчиками, и вы можете её пить, запивать ей прекрасно. То есть, в Европе, в Швеции... Все остальные напитки у них, видимо, не очень вкусные. Вкусные, просто дорого. Просто, в Швеции очень чистая вода из-под крана. И, соответственно, люди её спокойно пьют, то есть, вы просите либо table water, либо tap water, ну и вот, пожалуйста, и запиваете всю еду водой, и вам это в счёт не включают, ну, может быть, там 10 крон возьмут, но это редко где, обычно она в счёт не включается. Соответственно, вы будете платить только за еду. А вообще, что покушать? Ну, вообще, что... И что не покушать? Ну, наверное, я тут скажу скорее, если интересно, то можно покушать. Но это не входит в топ моей любимой еды. В общем, я перед тем, как ехать, посмотрела список вот этих как раз шведской национальной кухни, и почему-то я нашла только список самый отвратительный, ну, то есть, самый плохопахнущий там какой-то. И вот в топе того, что я пробовала, это рыбная паста. Она называется кавиар, продается она в таких тюбиках, как вот, я не знаю, как зубная паста. А, паста, то есть, это не спагетти с морепродуктами, это паста прям паста. Паста, паста как зубная. И то есть, получается, она, ну, такая очень специфическая. Я привозила её родителям, родителям понравилось, но я её есть не смогла. Они её мажут на яички, они её мажут на хлеб, и они её уплетают. Но, слава богу, она у нас была в отеле, поэтому я её попробовала там, и мне хватило. В общем, шведская еда, это не самая вкусная. Вот, вторая, ну, мясо, мясо вкусное, всякие фрикаделики, вот это всё, да. Вот, ну и вторая, это, наверное, тоже самая интересная вещь, это ферментированная селёдка консервы. Называется она сюрстрёминг, вот, но нюхать её невозможно. Стрёминг, да? Да, нюхать её просто невозможно, потому что, ну, она сильно, очень такой, сильный въедливый запах этой селёдки. И, в общем, вот так. А, мы поняли, еда не очень, но, наверное, за две недели как-то вы успели понаблюдать за местными жителями и понять что-то из их характера и привычек. Вот про это очень интересно. Что за люди вообще, да? Знаете, люди, люди прекрасные. Ну, люди, они, они всегда помогут. Они, даже, мы столкнулись один раз с тем, что мы просто стояли. Туристам нормально. Есть языковый барьер, нет? Да нет, там, причём мы первый раз встретились, значит, мы искали автобус, на котором мы уедем домой в отель. И мы стоим разговариваем по-русски. И дяденька стоит, и прям видно по нему, что он прям думает, думает, что нам сказать. А потом мы поняли, он просто вспоминал, как будет четыре по-русски. И, в общем, ну, то есть они все такие очень коммуникативные ребята. Они очень так старательно всегда пытаются помочь. Вот. У них очень рано начинается рабочий день. То есть они начинают работать прям с утречка. И при этом они в шесть часов уже все свободны. Все уже идут домой и радуются жизни. Настя, мы шведы. Да, классно. Поэтому мы периодически увидите себя, как уйдем. Про то, что мы рано стоим. Да, да, я поняла. Ну, и при этом, конечно, если вдруг после шести часов вечера вы решили пойти в ресторан покушать, вы не сделаете этого. Вы можете пойти там на паре посидеть где-то. Но еды вам никакой не предложат, потому что, ну, повара тоже люди. И кухни, как и рестораны. Все равно заканчивают. Невозможно поужинать. Да. Ну, и, соответственно, вот в Макдональдс можете сходить. Ну, и, в общем-то, все на этом. Ну, вот шведы, оказывается, ужинают дома. Круто! Понятно, что Швеция не самая большая страна, но очень интересно. И я уверена, что нам еще бы хватило поговорить эфир на три. Но, тем не менее, время подходит к концу и поджимает уже куда только может. Давайте веселую историю напоследок для слушателей. Веселая история как раз будет связана с тем, что я говорила вот в последнем. В общем, я начала понимать, что молодой человек мой везет меня никуда не просто так. Он везет меня туда, чтобы сделать мне предложение. Вот. Ну, и один из вечеров в Стокгольме мы, значит, решили посвятить походы в театр. Ну, и я понимала, что, наверное, после этого похода в театр мы пойдем куда-нибудь в ресторан, да, и там вот все это случится. Ну, и каково было мое удивление, когда после театра мы не попали никуда. То есть мы, я уже вижу, что он нервничает, я уже тоже начинаю расстраиваться. Ну, в общем, закончился наш вечер, когда он в костюме, я в платье на каблуках в Макдональдсе. Мы съели бабулочки и пошли домой. В этот вечер, судя, замуж не позвали. Не позвали. Ну, ничего. Швеция, она такая романтика, я думаю, она отыгралась. Спасибо большое. София Нисимова была у нас в гостях. Мы только что вернулись из Швеции. Мы adelante мне позволяем нам приходить и гостях.